О, Канада, our home and native land, true patriot love here all night. Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим об источниках информации. Для новоприбывших, как новоприбывшие в Канаду, вы можете воспользоваться огромнейшим количеством разнообразных источников информации, которые могут вам помочь первое время и ответить просто на все ваши потребности, будь то поиск квартиры, работы, курсов языка, садиков, школ и так далее. Как в интернете, так и в печатных изданиях и даже на уровне персонального сервиса. В Канаде есть огромнейшее количество иммиграционных служб для помощи новоприбывшим по обустройству в новой стране, в Канаде. Организации созданы государством и они поэтому абсолютно бесплатны. То есть все услуги, которые вы там получите, вы не будете за них платить. Эти организации являются просто замечательным источником информации и также какого-то совета, если хотите, по поводу жизни в Канаде. И вообще, вы как человек, который приезжаете и часто мало кого знаете, вы можете с полным доверием отнестись к этим организациям и людям, которые там работают по абсолютно разным вопросам. Вы можете позвонить или зайти в местный иммиграционный сервис, который находится в вашем городе и изучить все те пути, благодаря которым вы можете лучше обустроиться в Канаде. По вашему, так сказать, месту жительства. Вы можете найти всю контактную информацию иммиграционного центра по всей Канаде по сайту, который я предоставлю в описании к этому видео. Теперь давайте поговорим немножечко о телефонных справочниках. На самом деле, сегодня они немножечко отошли на задний план. Но все же, они продолжают, так сказать, рулить в обществе и в основном среди новоприбывших. Это может действительно быть очень интересный инструмент для помощи. В начале, когда часто у вас еще нет подключенного интернета и, опять-таки, вы мало кого знаете, вы всегда можете открыть книгу телефонную и найти то, что вас может интересовать. Поэтому немножечко я бы хотела вам рассказать, как работают книги телефонные в Канаде. Как мы знаем, телефонная книга предоставляет нам, в общем-то, полный лист, полный список всех местных телефонов по месту вашего жительства. И вы можете иметь такую книгу, как в печатном виде, так же можно зайти и через интернет. Но то, что интересно знать и отметить, это то, что телефонная книга поделена на три части. Основные на три секции с разными цветами. Итак, поговорим о цветах. Белый цвет, то есть white page, показывают обычные residential телефоны, да, то есть людей, которые просто проживают в округе по алфавитному порядку, по фамилии. Также у нас есть blue page. Blue pages, они дают информацию о федеральном, провинциальном, муниципальном управлении номера телефонов в так же алфавитном порядке по топикам разным. И третья часть, это yellow pages, которые предоставляют нам номера телефонов и рекламы бизнесов и абсолютно разных услуг на разные темы. И вы можете также найти интересующий вас телефон в алфавитном порядке по виду бизнеса или виду сервиса. Часто можно увидеть, что все эти три части находятся в одной книге, а иногда это будет разделено. Например, white pages, это будет отдельная книга, а blue pages и yellow pages вместе в одной книжке. Как правило, первая страница в любой книге, телефонной книге, мы сейчас говорим о них, я напоминаю, будет нести в себе все телефоны в случае emergency, да, то есть в случаях какой-либо опасности. Ну и, естественно, самый популярный национальный номер не только Канады, а и Америки, но мы сейчас говорим о Канаде, это 911 911. Запомните этот номер вы и пусть этот номер запомнят ваши дети. Вы можете заказать по почте yellow pages и white pages или также видеть их онлайн for free, то есть бесплатно. Опять-таки я предоставляю вам сайты обоих этих организаций. В первом случае вы сможете заказать бесплатно и получить на дом, во втором случае вы бесплатно сможете пользоваться онлайн этими книгами yellowpages.ca и canada411.ca Как мы уже знаем, Канада имеет три уровня правительства, федеральное, провинциальное или территориальное и муниципальное. Федеральное правительство и большинство провинциальных и территориальных правительств имеют свои сайты с информацией, которая касается конкретно новоприбывших ньюкамеров. И вы можете найти там просто очень огромное количество разнообразных интересных программ. Поэтому в описании к этому видео будут даны сайты федерально-провинциально-территориального характера для ньюкамеров, так это и будет называться, к каждой провинции. Я дам ссылку, поэтому внимательно смотрите описание к этому видео. Помимо информации для новоприбывших, в принципе, и для тех, кто уже находится в Канаде и просто интересуется какими-либо провинциальными программами, какой-либо абсолютно любой общей информацией, вы также можете посетить сайты, которые я предоставлю внизу. И они будут называться просто как Federal, Provincial and Territorial Websites по, опять-таки, провинциям. Невозможно включить абсолютно все муниципальные сайты, вы понимаете, это просто огромнейшее количество, но вы можете зайти в Google, то, что называется Google It, вы можете зайти в Google и в Search набрать City of или Town of для того, чтобы найти официальный муниципальный веб-сайт, который вас интересует для вашего города или городка, в котором вы живете. Права потребителей Офисы по всей стране, которые представляют защиту прав потребителей, также создали на государственном уровне очень такую хорошо подготовленную платформу для потребителей, то есть для нас, как новоприбывших и просто людей-канадцев, которые проживают здесь. Можно зайти на сайт, ссылочку я вам, естественно, оставлю в описании. Называется The Canadian Consumer Handbook. Предоставляется там собранная, в общем-то, такая подборочка на федеральном уровне, на провинциальном, территориальном, в общем-то, на государственном уровне. Вот они разработали и создали, в общем-то, такую программу, и она может, в общем-то, помочь вам с информацией по разным темам, там, в общем-то, и по поводу ваших онлайн-покупок, и, в общем, все, что касается строителя, то есть строительства и вот дом на съем, если вы, или покупка дома, все инновейшн, которые вы делаете, в общем, все-все-все, вся информация, какая-либо, которая, в общем, может быть связана с тратой ваших денег, можно найти, в общем-то, разные типы такие интересные, как и что делать, и если что-то, не дай бог, случилось, то куда обращаться. Так что вот такая вот тоже интересная информация. Дополнительным, замечательным средством, источником информации для новоприбывших является библиотека. Прежде всего, как место, которое для вас, вы только приехали, вы еще въехали либо в какое-то временное жилье, либо в какое-то гостите у кого-то, в общем, одним словом, возможно, даже иногда у вас нет доступа к интернету. Это замечательное место, пойти в библиотеку, которая находится в районе или в городе, где вы, так сказать, находитесь на данный момент. Во-первых, там, конечно же, абсолютно куча разнообразных журналов, книг на разных языках, включая ваш родной, возможно, может быть. И, опять-таки, аксесс к интернету у вас есть, в общем, и куча всяких дополнительных источников, разной информации, которые могут вам помочь. В дополнении библиотека предоставляет разные программы, которые могут помочь новоприбывшим. Например, вы можете отвезти своего ребенка на… это все, естественно, как правило, бесплатно. Например, есть для новоприбывших регистрация на прескул программ, называется «Стори тайм», которая помогает улучшить чтение, понятие языка, развитие языка. Для того, чтобы ребенку при походе, допустим, в подготовительную группу к школе или уже в первый класс, было намного легче воспринимать изучение языка. То есть, как правило, это проходит несколько раз в неделю или даже раз в неделю. Но и для вас это времяпрепровождение для вашего ребенка. Все, что поможет помочь вашему ребенку усвоить новый язык в новой стране, может помочь. Но библиотека в этом вопросе действительно очень помогает. Есть очень много разнообразных программ при библиотеке. Это зависит от местности, от города, где вы живете, от провинции. Поэтому все это вам нужно будет, конечно, желательно уже узнать на месте, когда вы будете здесь. Ну и последний, я думаю, мой тип для вас на сегодня – это будет также использование ресурсов, таких как журналы для эмигрантов. На самом деле, я пыталась найти журналы. Я знаю, что продаются, есть много книг, которые написаны теми же бывшими эмигрантами, об их жизни, о том, как они, становление в новой стране. Очень абсолютно большое количество разнообразных публикаций и веб-сайтов, которые помогают как бы в культурной области и, в принципе, по жизни абсорбироваться и интегрироваться в новом обществе. Ввести search words, такие как «иммигрант» плюс «канада» плюс «сэттлемент». И вам выйдет информация. Естественно, если вы добавите еще плюс тот город, в котором вы находитесь, у вас будет тоже дополнительный еще источник информации очень хороший. Я думаю, что сегодняшняя наша часть была очень интересная для вас, по крайней мере, информативная. Очень-очень много ссылок будет в описании к этому видео. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, заходите на эти ссылки, пишите, насколько они действительно были вам полезны или бесполезны. Удачи вам и добро пожаловать в Канаду. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!